Два спальника, гамак, палатка, два комплекта одежды. Всего семь килограмм поклажи. Александр Добровский собирается на Черное море, на велосипеде. Чем больше вещей, тем больше нагрузка. Каждый грамм это то, что везешь своими ногами, то, что везешь на себе. Для Александра это не первый марш-бросок на двухколесном, но на такое большое расстояние не ездил никогда. До цели более тысячи километров. На эту поездку он решил потратить остатки отпуска. Я не был ни разу на Черном море. Мотался по разным местам, а на Черное море как-то не попадал. Думал, что это отличный способ совместить безумную авантюру и давний план попасть на море. В дорогу его провожает только сосед. Григорий Краснов идею друга поддерживает. Но сам на такую авантюру не согласился бы. Молодой человек сомневается в своих физических силах. Вопрос не в том, что пошел ли бы я или не пошел. Вопрос в том, смог ли я доехать, потому что это определенные физические затраты, которые не каждому под силу. Думаю, что я бы доехал где-нибудь до конца Саратовской области и там бы и сдох. В дороге Александру будет находиться 7-10 дней. Каждый день он обещает выкладывать фото и видео свое путешествие в одной из социальных сетей. Подготовился Александр и на случай непредвиденных обстоятельств. В рюкзаке нашлось место и для средства самообороны. Я сторонник воспринимать мир как дружественное мне существо. Ну, а так у меня с собой топорчик-то есть. Обратно в Саратов Александр планирует вернуться уже на поезде. Говорит, на велосипеде ехать туда интереснее, азартнее. А вот обратно лучше с комфортом. Динара Дусалиева, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив.